здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики рад новой встрече с вами выпуская свои ролики в которых я показываю преступную деятельность верху правящей верхушки республики казахстан называя конкретные фамилии и те преступные деяния которые были совершены этой группировкой захвативший незаконно власть казахстане нарушивший конституцию казахстана мне задают вопросы для чего вам это нужно что вы хотите этим самым показать вы патриот или не патриот своей родины так вот я хочу сказать что на эти вопросы можно ответить очень просто коротко словами аристотеля который сказал платон ты мне друг но истина дороже вот в этой фразе известного философа мы знаем кто являлся платон для аристотелей то есть только для платона хочу сказать если аристотель назвал платона своим другом то но султан назарбаев никогда моим другом не был я даже не входил в круг его ближайшего окружения близких лиц близкие лица и ближайшее окружение до сих пор вертится вокруг султана назарбаева и его семьи я в далеком уже ну наверное 2003 году познав всю пагубность деятельности политики на султана назарбаева принял свое время решение и сознательно выехал за пределы страны понимая что в дальнейшем после политических убийств журналиста шаревжанова его интервьюируема заманбека нуркадилова затем бывшего министра и вице-премьера сарсенбаева со своим помощником и охранником я понял что началась травля или гонка за теми людьми которые лично знают незаконность обогащения личного султана назарбаева и членов его семьи понимая что в этой ситуации поскольку султан назарбаев убирает лиц которые знали его незаконное обогащение и могло так случиться что я мог стать очередной жертвой режима назарбаева и мы приняли решение выехать за пределы страны как я уже сказал когда открывая свой канал на ютюбе для себя я принял решение кто если не ты когда если не теперь все меньше и меньше людей остается тех которые доподлинно знают незаконность тех действий которые принимала семья нурсултана назарбаева и ближайшего окружения в его личном обогащении поэтому я считаю своим долгом рассказать населению все то что было сделано правящей верхушкой и членами семьи на султана назарбаева как был оборован казахстан и обмануты жители республики казахстан казахстанцы и особенно сегодня когда придворные слуги и хорошо оплачиваемые причем за счет бюджета я подчеркиваю иностранные специалисты и журналисты которые создали вокруг нурсултана назарбаева такой ореол я бы сказал божественности что конечно же вызывает недоумение от того что у лиц которые четко знают и хорошо знают ну султана назарбаева ни о каком-то ореоле божественности нет такого понятия как божественность у султана назарбаева и следа нет это просто узаконенный законом и приняты депутатами культ личности назарбаева который перерастает в божество хочу сказать что это никакое не божок это обыкновенный человек со своими человеческими слабостями своими человеческими низменными инстинктами в частности в данной ситуации я бы назвал инстинкт самосохранения когда с далекого 90-го года восемьдесят девятом даже года надо начинать когда нас там но султан назарбаев пришел к власти в казахстане вот инстинкт самосохранения срабатывали очень четко и он дошел вот до 2021 года постоянно обманывая народ казахстана добиваясь продления сроков своей власти и мы сегодня понимаем что дальше уже не видно перспективы когда-то семейка будет отлучена от власти но можно еще много чего говорить и называть низменные инстинкты человека на я думаю что вы уважаемые мои друзья и подписчики сами понимаете какие у человека есть низменные инстинкты какие есть положительные инстинкты об этом я говорить не буду и уповать на это не буду сегодня я хотел бы приоткрыть вам великую тайну неизвестности и или приподнять завесу таинственности великой тайной семьи на султана назарбаева кто же все таки является биологическим отцом дороги назарбаевы получив огромное количество информации которые мне прислали по различным видам связи я теперь твердо могу сказать мне даже в упрек было сказано что если уж вы начали говорить о том кто является биологическим отцом дороги назарбаевой то говорите что же вы на полусловие остановились но я хочу отметить что я должен был полностью быть уверенным на сто процентов то что это правда и вот убедившись в том что действительно правда я сегодня говорю что биологическим отцом дороги назарбаев является малкаждар для ужанович из басаров 1937 года рождения но дата смерти варьируются начиная с 64 года до 71 года источники разные но я не могу конкретно сказать но ближе всего наверное будет 1964 но до 70 года так вот хочу конкретно сказать что семья из басаровых они из аральска многодетная семья было шестеро братьев и сестер и два брата малгаждар и второй брат приехали в тимиртау на стройку комсомольско-молодежную стройку кормят комбината естественно обосновались там и как мы видим эти два брата один женился в начале 60-х годов на саре кунакаевой как раз могла жар для ужанович из басаров женился на саре кунакаевой которые называли феи буфетчицей в тимиртау она была из семьи карагандинских торговых работников шестьдесят втором году малгаждар при странных обстоятельствах настройки получает травму и после некоторого срока лечения как говорят люди которые высказали свое мнение о том что шестьдесят четвертом году он скончался но шестьдесят втором году сара назарбаева как сказали соседи и близкие люди что она бросила больного малгаждара и вышла замуж за на султана назарбаева ничего в этом такого крамольного нет крамола заключается в следующем потому что все данные о рождении дороги назарбаевой и рождение смерти самого малгаждара все почищено и практически сегодня никто не может найти данных которые юридически подтвердили бы дату рождения дату смерти малгаждара и дату рождения дороги назарбаевой я понимаю так что это нужно было на султану назарбаеву и сары кунакаевой для того чтобы исключить фамилию и имя первого мужа сары кунакаевой и из дальнейшей жизни этой четы которая начала свою деятельность далеком шестьдесят втором году в городе тимиртаум хочу отметить что очень большой вклад для установления вот этой истины написал конечно же крышал асанов корышал асанов это диссидент еще советского периода и хочу точно отметить сам я был лично свидетелем что султан назарбаев как огня боялся языка крышала асанова ну маленький пример такой приведу что начале 90-х годов модно было выезжать руководству страны в коллективы и вот в одном из таких мероприятий в одном из столичных вузов я как председатель горосполкома должен был присутствовать на этой встрече приехал на султан назарбаев со своей свитой и была встреча с профессорским преподавательским составом то есть уровень был очень высокий ученый люд был в зале началась эта встреча и вдруг поднимается известный всем очень хорошо корышал и задает на султан назарбаеву один маленький такой деликатный вопрос был султан обещаю можете сказать что стало с банком коммунистической партии куда делись деньги из этого банка когда вы были первым старым с каком партии казахстана но султан назарбаев не ответил на этот вопрос встреча продолжалась и корышал асанов вновь поднимается и вновь задает вопрос так вы так и не ответили мне на мой вопрос тогда у меня второй вопрос и вдруг неожиданно султан назарбаев поднимается из президиума и молча уходит с этой встречи я тогда был обескуражен думаю почему первый секретарь в то время руководитель казахстана вдруг испугался вопросов одного из обыкновенных ученых людей почему не сказать правду это так это так это так а в дальнейшем когда я знакомился с биография карашала асанова который написал еще в далеком 1997 году призрак независимости где на страницах 44 475 он как раз там говорит о этих действиях по отношению к султану назарбаеву я думаю что у султан назарбаев боялся подобного рода вопросов и он всячески избегал встреч с карышалом асановым так вот крышал асанов и говорит что смерти малгождара есть много белых пятен которые непонятны почему и как произошла эта трагедия на стройке и об этом он пишет что он встречался с прокурорским работником встречался с судьей которые сказали очень много нелестных слов в адрес на султана назарбаева которых конечно султан назарбаев боялся услышать из уст карышала асанова и естественно вся эта ситуация была очень опасная для султана назарбаева я уже однажды говорил что когда на султан назарбаев стал президентом казахстана крышал асанов просил каждого жителя чем алгана и у него была подробная информация кто когда как появился в чем алгане откуда взялась жена абиша и кто такая и кто такой на султан назарбаев в этой ситуации я думаю что в этом очень хорошо можно будет почитав книгу ознакомиться почитав книгу карышала асанова призрак независимости поэтому дорогие мои друзья дорогие подписчики я сегодня открыл завесу тайны семьи назарбаева и честно сказать мне до сих пор непонятен мотив почему же все таки вот так спрятали все концы в воду и для чего мы сегодня прекрасно знаем биографии всех политических деятелей во всем мире начиная положим от ангела меркель президента франции макрона президента франции амитирана президента соединенных штатов америки и клинтона и того же барака обамы и трампа и сегодняшнего байдена но за семью печатями находятся вопросы биографии и личной жизни на султана назарбаева хотелось бы чтобы на султан назарбаев и дорога назарбаева если вдруг какие-то вопросы возникают по моей информации опровергли эту информацию основаны на этих документах которые я сегодня вам привел и показания тех людей которые лично знали и знаете сегодня проживают тимиртау и говорят что да это было именно действительно так то пусть они выступят или в оправдание с опровержением или скажут да действительно это было так но я думаю что не последует никаких опровержений вместе с тем хочу отметить что независимо от султана назарбаева сара кунакаева назарбаева она каким-то образом поддерживала родственников своего первого мужа и дорога назарбаева тоже приложила свою руку и заключение хочу сказать что и дальше я буду изучать этот вопрос и при возникновении каких-то дополнительных моментов которых я буду на сто процентов уверен я уважаемые мои друзья и подписчики обязательно доведу до вас эти все вопросы и и хочу сказать что народ казахстана должен знать всю правду о семье назарбаева она фултане назарбаеве адреген назарбаевой хочу еще раз привести слова выдающиеся российского писателя советского периода юрия бондарева который своем произведении выбор написал такие слова никто не знает зачем нужна людям правда но все знают зачем нужна ложь поэтому я буду добиваться всеми правдами и правдами вскрытие эту правду прикрытую ложи на султаном назарбаевым чтобы народ казахстана знал всю правду о семье на султана назарбаева на этом я хочу с вами попрощаться дорогие мои друзья уважаемые подписчики не забывайте ставить лайки следить за моими выступлениями я думаю что народ сейчас просыпается и все больше и больше получаю информации от людей и после того как она все будет перевариваться и правду я буду вещать на своем канале до свидания до новых встреч спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...